Всем привет! С вами салон спортивных тренажеров. Меня зовут Андрей, и в этом видео мы поговорим, как правильно выбрать беговую дорожку для домашнего использования. Преимущество беговой дорожки над остальными кардиотренажерами существенное. Возьмем для примера эллиптический тренажер. На эллиптическом тренажере у нас определенная длина шага и заданная траектория. Беговая дорожка позволит вам идти или бежать, естественно, не сковывая ваши движения. Почему бег на дорожке лучше, чем на улице? Что мы можем встретить на улице по покрытию? Асфальт, бетон, плитка, пересеченная местность с неровностями. Это создает большую нагрузку на ваши суставы. В беговой дорожке присутствует система амортизации, которая избавит вас от этих проблем. К тому же погодные условия не всегда позволяют вам бегать на улице. А на беговой дорожке вы сможете заниматься в любое время года, невзирая на погоду за окном, в комфортных условиях под хорошую музыку или любимый сериал. Есть два типа беговых дорожек. Механические и электрические. Механические дорожки потеряли свою актуальность в наше время, поэтому мы будем говорить про электрические. Перед выбором беговой дорожки вам нужно определиться, для чего она вам нужна. Для ходьбы или полноценного бега. Если мы рассматриваем дорожку для ходьбы, подойдет любая, даже самая компактная. Но при этом стоит обратить внимание на мощность двигателя. Она должна составлять не менее двух лошадиных сил. Для бега мы рекомендуем рассмотреть беговые дорожки с полотном по ширине не менее 40 сантиметров и в длину не менее 130. Интересный факт. Самая большая нагрузка на двигатель приходится именно при ходьбе. Выбирайте правильно размеры бегового полотна в зависимости от вашего роста, чтобы избежать вот таких вот ситуаций. В дорожках есть минимальное и максимальное значение скорости. Максимальная может доходить до 20 километров в час, но это как правило встречается в премиальных или профессиональных дорожках. В основном минимальная скорость начинается от 0,8 километров в час, но есть модели, в которых это значение будет намного меньше. В частности, производитель ProTrain предлагает нам минимальную скорость 0,3 километра в час. Это очень хорошо подойдет для пожилых людей, либо людей, которые находятся в процессе реабилитации. В большинстве моделей есть возможность изменения угла наклона полотна. Это увеличивает нагрузку и создает эффект поднятия в гору. В зависимости от производителя максимальное значение угла наклона может составлять от 12 до 18 градусов. Как правило, полотно поднимается и опускается автоматически при помощи кнопок на рукояти или консоли. Вы можете заниматься как в свободном режиме, так и выбрав одну из встроенных программ. Встроенных программ может быть множество, но все они действуют по одному принципу. Ускорение либо замедление, а также изменение угла наклона полотна. Все беговые дорожки требуют определенного ухода, а именно смазания бегового полотна. Насколько часто вы это будете делать, зависит от интенсивности ваших тренировок. Так какую же беговую дорожку выбрать? На что обратить внимание? На цену или бренд? На рынке можно встретить массу беговых дорожек по самым разным ценам. Чтобы не запутаться и выбрать качественный и проверенный тренажер, советуем обратиться к специалистам. При покупке в интернет-магазине, например, S-T-Buy, все характеристики вы сможете прочитать, визуально посмотреть на картинку. Но здесь, как и при покупке автомобиля, машину нужно попробовать в деле. Именно в наших салонах любое из оборудований можно протестировать и понять, какая модель подходит именно вам. Приходите, пробуйте, будьте здоровыми и красивыми вместе с салоном спортивных тренажеров.